Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Ты не представляешь, сколько сообщений в моем телеграмме про Шиба-Ину, поэтому я и решил посвятить ей весь этот день. И по окончанию этого дня я могу сказать, я очень жестоко ошибался. Сегодня будет ее обзор, я покажу тебе то, что я накопал про этот токен, и я вообще такого не ожидал. Начнем с самого начала. Шиба-Ину была создана в августе 2020 года неизвестным, который подписывался псевдонимом Райоши. Но почти нигде не сказано, что кроме него анонимным созданием Шибы занимался еще один человек. Райоши называл его своим неизвестным никому другом. Мы обязательно поговорим о том, кто это такой во второй половине видео. К счастью для нас Райоши не был гипертрофированно анонимным, потому что в том же августе 2020 года он написал огромную статью посвящения, в которой описал, что такое Шиба. Называлась эта статья так «Все приветствуйте Шибу. Эксперимент в децентрализации». Когда ты будешь изучать начальные документы, связанные с Шибой, на заре ее создания, слово «эксперимент» будет неотъемлемо сопровождать этот токен. Да, этот токен был экспериментом в децентрализации. В этом же блоге Райоши еще раз это упоминает и пишет «Мы – эксперимент по созданию спонтанного децентрализованного сообщества». Вообще вся статья написана в таком неофициальном повседневном стиле. Сам себя Райоши называет «бедным парнем», описывая три правила запуска и дальнейшего функционирования Шиба-Ино. Первое правило – потратить 0 долларов на проект, потому что в то время Райоши был бедным парнем. Второе правило – поскольку Райоши вкладывает в этот проект 0 долларов, то любой токен Шиба-Ино, которым он потенциально будет владеть, появится у него только после того, как он купит его на рынке, точно так же, как и остальные. И, наконец, третье правило – Райоши не отправит ни одного токена Шиба кому-либо за продвижение и рекламу этого проекта, потому что у него этих токенов просто-напросто нет. Но что еще интересно, это то, что Шиба-Ино оказалась достаточно популярна с самого начала. Если мы откроем статистику телеграмма Шиба-Ино, то увидим, что сразу же после запуска на него было подписано почти 6 тысяч человек. Несмотря на это, как мы видим, цена Шиба-Ино очень долго оставалась практически на одном месте. Около 8 месяцев после запуска не происходило практически ничего. Возвращаясь к тому самому неизвестному другу, который помог Райоши запустить Шиба-Ино. Райоши встретил этого человека на конференции DevCon, которая проходила в Японии в 2019 году. Райоши называл его очень влиятельным человеком в криптопространстве. Этот анонимный друг предоставил Райоши 10 эфиров для того, чтобы обеспечить ликвидность торговой пары Ethereum Shiba на децентрализованной бирже Uniswap. Шиба – это ERC-20 токен, это значит, что она построена на блокчейне Эфириума. Поэтому, исходя из этого, анонимный друг Райоши просто-напросто сделал возможной торговлю Шиба-Иной на Эфириуме с помощью Uniswap. Также Райоши упоминал, что этот человек является успешным бизнесменом, так что 10 эфиров для него – это просто-напросто пустяки. Эта история становится еще интереснее, если мы вернемся в самое начало Шиба-Ину, в день ее запуска и распределения ее предложения. Никто не получил токены после запуска. 50% всего предложения было отправлено на биржу Uniswap для того, чтобы люди могли ею торговать. Остальные 50% получил Виталик Бутерин, известный сооснователь Эфириума. Так что же произошло? Райоши построил Шиба-Ину на Эфириуме, и его анонимный друг, успешный бизнесмен и очень влиятельный человек в криптовалюте, предоставил ей ликвидность для торговли на блокчейне Эфириума. Затем после запуска половина всего предложения отправляется Виталику Бутерину. Да, Виталик Бутерин получил половину предложения Шиба-Ину после ее старта. Но после этого он уничтожил 90% токенов на сумму 6,5 миллиардов долларов, а оставшиеся 10% Шиба-Ину он перевел на благотворительность. Кроме этого, что еще более интересно, посмотри на эту фотографию. Она была сделана сразу же после конференции DevCon, которая проходила в Японии в 2019 году. Именно той конференции, на которой Райоши, по его словам, встретил того самого влиятельного в криптопространстве анонимного друга. Понимаешь, к чему я клоню? Похоже, что этим анонимным другом Райоши, что помогал создавать и обеспечивать торговую жизнь Шиба-Ину, был сам Виталик Бутерин. Как я уже говорил, цена Шиба-Ину практически никак не радовала все 8 месяцев после старта. Но затем, после серии твитов Илона Маска про всякие мемные криптовалюты, например, собака Коэны, Шиба-Ину просто взорвалась. Посмотри, какой огромный и резкий памп случился. Эти резкие, огромные взлеты приводили к таким же резким, огромным падениям. Правда, дно было найдено выше, чем было до пампа. И как мы видим, недавно токен опять взорвался. И опять же, на фоне твитов Илона Маска. На самом деле, если бы Илон таким образом пампил какие-то акции на фондовом рынке в США, его бы могли уже привлечь по какой-то статье. Но здесь на Шиба-Ину и Доги Коэне он может творить все, что угодно. И поэтому цена Шиба-Ину снова подбирается к своим историческим пикам. Остается два самых главных вопроса, на которые мы хотим знать ответы. Первый. Стоит ли инвестировать в Шиба-Ину? И второй. Может ли этот токен вырасти до одного цента? Сейчас я попробую ответить на оба этих вопроса. Я долго не мог воспринимать Шиба-Ину чем-то серьезным, думая, что это всего лишь еще один мем Коэн, похожий на Доги Коэн. Как говорил Виталик Бутерин, единственное, что может быть интересно в таких криптовалютах, это их логотип. Где нарисована собака? Но, копнув немного глубже сегодня, я неожиданно обнаружил, что на самом деле Шиба-Ину это намного больше, чем все вы думаете. В Телеграме я не раз говорил, что на самом деле сложно оценивать криптовалютные проекты на предмет их настоящей ценности. Единственным реальным способом определять ценность той или иной криптовалюты является сравнение ее с другими проектами. Как я не раз повторял, моя инвестиционная стратегия это не гоняться за хайпом, а прежде всего найти криптовалюты с сильной командой разработчиков, надежным и сплоченным сообществом, а также криптовалюту, которая должна решать реальные проблемы в реальном мире. Это такие проблемы, за решение которых люди захотят платить. Возьми любой свой любимый криптовалютный проект и задай себе вопрос, а будут ли люди платить? Будут ли они хотеть заплатить за решение проблемы, которую этот проект хочет решить? Например, XRP решает проблему трансграничных платежей, и эта проблема интересует многих, в том числе и меня. Я часто отправляю деньги за границу, так же как и принимаю их из-за границы. Также у XRP есть сильная команда, ее силу обозначила сама SEC, которая уже год не может ее одолеть. И кроме этого у XRP присутствует надежное и сплоченное сообщество. Достаточно посмотреть на YouTube каналы, которые посвящены этой криптовалюте. Такого сплоченного сообщества я не видывал больше нигде. Исходя из этих трех правил инвестиций в криптовалюту, я остерегался инвестировать в мемные, такие как все эти песики и доги коины. Затем я немного изменил свое мнение и решил, что вкладывать в них до 5% своего депозита для меня приемлемо. Потеря этих 5% ничего не меняет, а потенциальная прибыльность в сотни, а то и в тысячи иксов, согласись, не помешает. Я считал Shiba Inu мемной криптовалютой, но также я чувствовал, что нужно разобраться в ней получше. Я нашел целое сообщество, то что называется армией Shiba, которая пытается создать из мемной криптовалюты что-то намного большее, чем кажется. Например, они уже построили децентрализованную биржу ShibaSwap. В этой децентрализованной бирже ShibaSwap также можно получать вознаграждение за фарминг, который у них называется DIC. И также за стейкинг, который у них называется Bury. Немного переименовали, но суть это не меняет. Стейкать и фармить можно токены Shiba и еще 2 токена из ее экосистемы. Да, в ее экосистеме 3 токена. Одно лишь это уже делает Shiba необычным мемкоином, согласись. В децентрализованной экосистеме Shiba присутствует 3 токена, как мы говорили. Сам Shiba, Leash и Bone. Именно Leash токен и считается убийцей DoggyCoin, как это пишут различные статьи, например, вот это. Итак, Shiba это главный токен, о котором слышали все, кто хотя бы когда-нибудь слышал о Shiba Inu. Leash это токен, который изначально должен был отслеживать цену DoggyCoin, но затем он был изменен и сейчас выполняет функции второстепенного токена в экосистеме Shiba. Надо сказать, он достаточно дорогой, но это лишь потому, что его предложение очень маленькое, всего лишь 107 тысяч монет. И, кстати говоря, несмотря на то, что он кажется дорогим, на самом деле его цена находится практически у самых низов. Также именно этот токен, Leash в экосистеме Shiba Inu, позволяет его держателям получать ранний доступ к NFT, которые будут запущены на Shiba Inu. NFT будут запущены на мемной криптовалюте. Ты все еще думаешь, что это мемная криптовалюта? Затем у нас есть третий токен Bone. Их всего 250 миллионов. Сейчас в циркуляции 159 миллионов таких токенов. Зачем этот токен нужен? Он используется для управления экосистемой Shiba. Например, холдеры этих токенов могут голосовать за какие-то изменения в экосистеме Shiba Inu. На децентрализованной бирже ShibaSwap есть возможность стейкать все три токена для того, чтобы получать пассивный доход за то, что ты их держишь. Также можно предоставлять эти токены для обеспечения ликвидности в этой экосистеме. За это ты тоже будешь получать пассивный доход. Это называется словом DIG. Хотя тебе, наверное, привычнее слышать что-то вроде доходного фермерства или Yield Farming. Еще раз, это все в мемной криптовалюте. В мемной криптовалюте. Кроме этого, у Shiba есть и другие проекты. Например, так называемый Shibarium. Это собственный блокчейн Shiba Inu, на который она еще не перешла, но планирует перейти. Напомню, сейчас она работает на блокчейне Ethereum. Когда Shiba Inu перейдет на собственный блокчейн, это явно будет большим плюсом для всей ее экосистемы. Например, хотя бы тем, что высокие комиссии в сети Ethereum сменятся более низкими в собственной сети Shibarium. А также пользователям экосистемы Shiba Inu не придется больше покупать эфир. Им нужна будет сама Shiba. Шитоши Кусама на данный момент является лидером Shiba Inu. И вот что он пишет. Он говорит, что над собственным блокчейном Shiba прямо сейчас трудится большая команда разработчиков. И его запуск обещают уже до конца этого года. Кроме Shibarium, у них также есть и стейблкоин SHI, собственный стейблкоин Shiba Inu. Этот токен будет привязан к цене 1 цент. Это будет его стабильная цена. Он будет облегчать сделки в экосистеме Shiba Inu. Возможно, даже к нему потенциально будут торговаться токены, построенные в этой экосистеме в будущем, используя децентрализованную биржу ShibaSwap. И, наконец, ребята, самый-самый амбициозный проект Shiba Inu, он называется ShibaNet. Что же это такое? Это будет масштабная платежная система, которая позволит бизнесам и людям платить за товары и услуги с помощью стейблкоина SHI, о котором мы говорили перед этим. ShibaNet будет включать в себя очень интересную функцию для облегчения запуска смарт-контрактов. Например, таких, которые отвечают за выплату так называемого роялти для участников той или иной транзакции в экосистеме Shiba Inu. Кроме этого, ShibaNet будет работать и с NFT. На данный момент ShibaNet все еще не работает, но сейчас проходят некие аудиты и проверки. Итак, теперь мы с тобой видим, что Shiba Inu это далеко не простой мемкоин, как казалось. На самом деле, это намного больше, чем все думают. Большинство, как и я раньше, считали эту криптовалюту просто мемом. Честно, я шокирован. Я не ожидал увидеть это, когда я начал копать глубже. Я рассчитывал увидеть здесь что-то похожее на DoggyCoin. Итак, второй вопрос. Может ли Shiba достичь одного цента? Я уже отвечал на вопрос, возможен ли 1 доллар для Shiba Inu. Теперь давай подумаем, возможен ли 1 цент. На данный момент капитализация Shiba Inu составляет чуть более 11 миллионов долларов. В доступном предложении 394 триллиона монет. Что такое рыночная капитализация? Это цена, умноженная на доступное предложение. Исходя из этого, чтобы Shiba Inu стоила 1 цент, нам нужна капитализация в 3,9 триллиона долларов. 1 цент, умножим на 394 триллиона монет и получаем 3,9 триллиона долларов. Именно такую капитализацию нам нужно увидеть, чтобы Shiba Inu стоила 1 цент. Что такое 3,9 триллиона долларов? Это практически как 4 биткоина. Не кисло, да? Мне это кажется очень, очень маловероятным. А кто-то даже говорит об одном долларе. Это же вообще невозможно. А вот 1 сотая цента, может быть, вполне. Но для этого Shiba Inu требуется 390 миллиардов долларов капитализации. Возможно ли это? Напиши в комментариях, ответь на этот вопрос сам. Я могу сказать, что после всего этого разбора у меня даже есть некоторое уважение к Shiba Inu и к тому, что делают ее разработчики. К чему они стремятся? Сколько проектов они разрабатывают? Изначально мемная криптовалюта сегодня находится в состоянии перехода к чему-то, что может быть использовано, что может решать какие-то проблемы, что в конце концов имеет некую ценность. Удивительная метаморфоза для того, что изначально было шуткой. Значит ли это, что прямо сейчас я загружу огромный депозит в этот токен? Навряд ли, ребята, навряд ли. Но это значит, что 5% своего депозита можно вкладывать в такие мемные криптовалюты, которые потенциально могут давать огромные иксы, тысячи иксов, но при этом дают не менее огромные риски. Помни об этом. А меня зовут Богатейщий Ди. Поставь лайк, если видео тебе понравилось или было интересным. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно, Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok